Николай, какие впечатления от всего вечера и, соответственно, главного события? Очень крутой турнир, юбилейный. Я до сих пор не могу отойти. Реально крутые противостояния, кик, ММА, то, что мы любим, чемпионские бои, главный бой вечера. Я думаю, мы дали те эмоции, которые хотели увидеть зрителям. Какие у вас были переживания за Ивана Штаркова перед этим поединком? Рассматривали вы его как явного фаворита, как он был на улкмекерских готировках? Или наоборот, считают, может быть, у Хадиса есть больше преимуществ? Ну, для меня сразу же был год или 50 на 50. Мне интересно было, Хадис, в какой будет форме, когда я сделаю 100 кг, ну, реально, скинуть 2,6 кг за полтора месяца, это, ну, большой вызов. И Иван давно не бился в тяжах, тоже, ну, реально, очень большая разница в гибридах. И здесь какого-то определенного фаворита было тяжело увидеть. И даже после первого раунда, когда ребята отдали очень много сил, то есть по мне они оба устали. И я даже не мог понять, кто сильнее устал, Иван или Хадис. Причем самое интересное, я сейчас подошел к Ивану после боя, он говорит, я вообще не устал. Пять раундов делайте следующий раз. И здесь, как раз в конце второго раунда, видно, что Иван как-то перезапустил себя, почувствовал, что Хадис еще сильнее устал, это его сильнее замотивировало, мне открыл второе дыхание. И третий раунд вы все видели, просто сразу же удостойчиво своего оппонента. Иван назвал, что две даты, то есть декабрь и март, он может выступить в следующий раз. Возможно ли участие в декабре, с учетом того, что там уже планируется большой состав, ну и в марте с Минеевым это также возможно? Ну, сейчас мы сделаем паузу, в первую очередь нам нужно решить ситуацию с Александром Шлеменко, с Анатолием Токовым. И для нас, наверное, для меня, в первую очередь, хотелось бы закончить историю с Владимиром Минеевым, для Ивана Штыркова. И да, в планах, наверное, середина феверля. А рассматривалась возможность встречи Сергея Мартынова и Михаила Рогодина с Токовым или Шлеменко? Мне интересно было сделать бои Сергея как раз с различной оппозиции, но, к сожалению, он много раз приезжал на сборы в Аркангель Михаил, у него такие дружеские взаимоотношения с ребятами, и ребята, в принципе, не готовы с ним дараться. Но какие-то интересные противостояния я уверен, с уверенностью бы сделал, потому что Сергей Мартынов – это боец, который бьется с первых унирах RCC. Поэтому, я думаю, можно было бы сделать ему интересный бой, и мы, наверное, его увидим уже в декабре месяце. А такие люди, как Владислав Ковалев или Исабей Инамото, они рассматривают соперником в качестве, соответственно, опять Шлеменко и Токова? Ну, Исабей Минамото – это уже, знаете, такая вот, знаете, фревшина, наверное, история. Шлеменко бился с Исабеем, побеждал его с Токовым. Не знаю, мне кажется, Исабей сейчас не на таком подъеме, чтобы вывозить эту позицию с Анатолием. Хотя, с другой стороны, можно подумать. А Камрана Аббастов? Тоже на данный момент свободен. Знаете, очень много есть имен в средней весе, которые готовы подраться и с Александром Шлеменко, и с Анатолием Токовым. Но, в первую очередь, это должны быть, знаете, медиа-бойцы, чтобы людям было интересно это видеть. А вот сегодняшнее, то, что Рогозин, по сути, дал согласие на этот поединок с Токовым, и Токов уже в призоне сказал, что бой с Рогозиным – супер. Это вот есть ли как… Можно рассматривать, хотя бы какое-то предварительное согласие? Я уверен, что ребята, да, согласны на бой. Но давайте, в первую очередь, дождемся еще у Александра. Мы ждем ответов еще от одного бойца. Если за неделю мы не сможем найти какую-то оппозицию для Александра, я думаю, Анатолий – это идеальный вариант, и я буду наставить на том, что этот бой мы смогли организовать. Вадим Немков, сегодня здесь был, для него варианты какие-то были? Тяжело сказать, реально. Топовый боец, чемпион БеллатР, и найти ему, знаете, оппозицию, 93-го рама, пока не уверен. Конечно, напрашивается вопрос, бой Немков-Штырков, но, опять же, это все затягивается, мы не можем закончить историю с Владимиром, и на Иваново, знаете, всегда большая очередь здесь спортсменов, которые прощают постоянно ему вызовы, и мы делаем какие-то интересные противостояния. И вот так вот сходу я даже не могу назвать имена, которые смогли бы конкурировать с ним. А что сейчас происходит в карьере у Бориса Медведева? Борис Медведев сейчас восстанавливается, вот буквально у него был перелом после файта, он восстанавливает руку, и я надеюсь, уже в декабре мы его вновь увидим. Пока я еще не искал соперника, но я думаю, что-то интересное можно сделать для него. Есть ряд свободных легковесов, вот Эдуард Вартанян, Дубай Ратухугов, Марив Пираев, они в качестве потенциальных соперников для Тимура Нагибина или победившего сегодня его Владимира Токова могут рассматривать в СССР? Честно, еще не думал. Мне даже, знаете, интересно было сделать, скорее всего, реванш Токов-Нагибин, потому что это реально был, наверное, самым крутым поединком сегодняшнего вечера. Была драма, были качели, и многие зрители, мне кажется, вновь хотели бы увидеть такой крутой поединок. И после своей победы Азав Чукуров сказал, что очень бы хотел бы встретиться с Мохаммедом Макаевым. Я предположил, что, возможно, у вас найдется какие-то рычаги для этого. Ну, насколько возможно это встреча, в принципе. Не знаю, Макай уже бьется в 57 килограмм. Ну, он и в этом весе также может выступать, о чем говорил, когда шли потенциальные переговоры с ПФЛ. Но пока не думал об этом. У нас уже есть возможные варианты для АСАФа. Это и Вячеслав Свечов. Свечов, да. Это Халим Назаровой. То есть есть ребята сильные, которые готовы подраться с АСАФ. Насколько вас порадовал финал и победа Дмитрия Усенева? Знаете, вот этот бой, наверное, для меня был самый эмоциональный. Я знаю двух атлетов. Они прошли гран-при, выиграли два поединка. И полгода шло это гран-при. И я вижу, как ребята очень сильно прибавились, сильно изменились. И, к моему сожалению, бой, наверное, получился таким очень грязным. Не все, может быть, он зашел. Это не было, знаете, чистый кикбоксинг. Но с точки зрения эмоций мне понравился этот поединок. Был напряженный. Но Дмитрий реально навязал свой бой. И заслуженно стал первым чемпионом. Ну, вот сегодня более ярко выступил Веселкин, который не оставил никаких шансов Роман Кевича. И после того, как состоялся стартдаун уже Усенева и Веселкина, создалось впечатление, что Веселкин может победить. Я чуть не запутался в фамилиях похожих. Здесь, знаете, тяжело сказать. Это реально Farah Fight Extreme. Кикбоксинг в ума и перчатках. У каждого есть шанс. И нужно понимать, знаете, бои делают оппозиция. И мы знаем, что Дима Васильев стал чемпионом. Он прошел, наверное, три сильнейших поединка. У Сереги это дебют в ума и перчатках. И он сразу же сломал руку. Ну, как мне было видно, у него рука опухлая сразу же в два раза. Ему нужно восстановиться. И бой, наверное, для него пошел очень такой, не то что легкий, но быстрый. Мне кажется, он не прошел всю дистанцию. У Димы больше опыта. Поэтому за счет этого бой будет более конкурентным. Конкретно про титул, который он получил. Ювелирная ценность этого пояса какова? Пропустит ли пояс через таможню? Ну, я надеюсь, с этим поясом через таможню не надо будет никуда ехать. А так это очень такой, знаете, большая ценная работа. Мы будем еще его, на самом деле, дорабатывать. Мы не оставили этот пояс Дмитрию. И ждем, когда он вернется вновь, чтобы дать ему доработанный вариант пояса. Доработанный. Доработанный. То есть там еще не все работы были сделаны, но в любом случае это, в первую очередь, ценность, значимость победы, за которую получил Дима этот пояс. Ну и какой-то еще может быть из поединков андеркарда тоже вас зацепило. О нем бы хотелось бы упомянуть каких-то ребят. Да, много боев. Мне, в принципе, очень понравился фарефайт. Из четырех поединков три нокаута. То есть это и Владимир Тулаев, это и Мамедов, Алихан. Что у нас еще? Серега Веселкин, да. ММА. Мне понравился очень. Глазков. Также мне, конечно, понравился бой тяжеловесов. 93 килограмма вес как раз это Глазков-Царев. Очень крутой бой. Мне понравилось, что Игорь принял бой в стойке с Царевым, с человеком, который очень умеет хорошо работать в ударной дисциплине. Также, наверное, Васильев-Гребнев. Тоже классный бой. Ну, в целом, турнир был очень удачный и много боев можно обсуждать каждый в отдельности. Николай, большое спасибо. Спасибо.